В развитых странах в Европе люди редко когда идут и на ходу курят сигареты, да. Меня как курильщик обижают, что раньше были курительные зоны в ресторанах и не курительные, там были хорошие вытяжки. В принципе, мне кажется, это было достаточно хорошо. Курение в России развивалось настолько стремительно, что мы вышли на передовые позиции в мире по этой части. И поэтому очень хотелось бы как-то вернуться, вернуться хотя бы туда, где мы были в советские времена. В нашем обществе не сложилось вот это отношение к курению как к злу, которое я вижу уже во многих странах. Знаете, кстати, и в Азии, и в Китае, и в Индии. Это вообще очень строго сейчас. И самое главное, в обществе складывается отношение такого. Это становится немодным курить. К сожалению, так карательно и так безобразно бороться, это скорее вызывает обратную реакцию. И люди, особенно люди зависимые, естественно, болезненно реагируют. Если прибавить каких-то тяжелой жизни и все остальное, то это вызывает, безусловно, объективное раздражение. Я сама уже не курю 10 лет, чему безумно рада. Я вообще веду здоровый образ жизни. Что касается экономики, слушайте, давайте у нас экономика будет развиваться в чем-то другом. Мне кажется, у нас есть в стране на чем зарабатывать. Давайте зарабатывать на молочной продукции, в конце концов. Мы что, у нас, что нет, мы не производим молока, я не знаю, творог, кефир, ряженку, что полезное. Почему надо зарабатывать на том, что потом приводит человека просто в метр на два, понимаете, в деревянный ящик. Зачем? Конечно, нужно заботиться о себе. Я считаю, что в принципе, в целом это правильно, но мы, как всегда, Россия переборщила.